У греческого малого и среднего бизнеса из-за резкого повышения цен на электроэнергию наступили трудные дни. Теофилос Пагиатис владеет предприятием по производству алюминиевой продукции. У него семь сотрудников. До сих пор дела шли хорошо, но сегодня, после 40 лет работы, он боится, что не выживет. За последние 8 месяцев он не только стал платить гораздо больше за электричество, но и за сырье, которое тоже значительно подорожало. Эта ситуация просто неприемлема. Малый бизнес не сможет перенести повышение стоимости энергии на 85%. 8 месяцев назад алюминий стоил 5,5 евро за килограмм. Сегодня более 10. И это подорожание вдвое приходится переносить на клиентов. Те же проблемы в ресторане Телис, который готовится к открытию. За последние месяцы клиентов и работы стало меньше. А стоимость электроэнергии резко возросла. Владелец ресторана Михалий Сколиус показывает последний счет за электричество. Ему придется заплатить 15 тысяч евро. А без государственных субсидий сумма достигла бы 20 тысяч. За прошлый год мы заплатили за электричество от 35 до 40 тысяч евро. А в этом году уже 70 тысяч. А ведь год еще не закончился. То есть рост составил 100%, а может быть и больше. Не представляю, как мы сможем дальше платить. Официант Георгиус Граванец работает в ресторане вот уже 15 лет. Его зарплата больше не покрывает всех его расходов. Он убежден, что цены не снизятся, даже если война в Украине закончится. Раньше мы покупали фету за 9,5 евро. А теперь сыр стоит 12. И курица раньше стоила 8, а теперь 11. Мы вынуждены на всем экономить. На электричестве, на продуктах. Сначала экономический кризис, потом пандемия, а теперь война в Украине. Вот уже почти 15 лет, как греческий бизнес сталкивается с постоянными трудностями. По данным Греческой конфедерации профессионалов, ремесленников и торговцев, у 40% малых и средних предприятий осталось средств, чтобы покрыть свои затраты лишь на ближайшие 30 дней, передает из Афины наш специальный корреспондент Апостолос Таикос.